МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи, историки и библеисты всего мира замерли в предвкушении сенсации. На севере Иордании сделана уникальная находка. В глубине одной из пещер обнаружено 70 древних металлических книг. Их страницы размером с визитку сделаны из свинца, а текст и рисунки удивительным образом наплавлены сверху. Первые исследования показали, что возраст металла больше двух тысяч лет. Это значит, что книги могли быть написаны при жизни Христа. Ценность одной книги может соизмеряться, ну и не знаю, тоннами чистого золота одна книга. Какие тайные истории человечества хранят в себе древние книги? Возможно, в них скрыты истинные знания о мире, которые нам до сих пор неизвестны. И может быть, то, что еще недавно мы считали мифами и легендами, на самом деле реальные исторические хроники. Вот так выглядят уникальные свинцовые книги, найденные на севере Иордании. Часть текста удалось расшифровать. И, по мнению историков, они принадлежат первым христианам, которые бежали в регион современной Иордании после падения Иерусалима. Но главная сенсация в том, что в одной из книг исследователи обнаружили упоминания о Христе и его последних днях. Более того, на одной из страниц изображен портрет мужчины. Учитывая возраст книг, совпадающий со временем жизни Мессии, ученые пока осторожно высказывают мысль, что это, возможно, единственный портрет самого Иисуса, сделанный при жизни. Ученые не сомневаются, что эта коллекция древних манускриптов способна перевернуть всю библейскую историю. Ведь до сих пор никаких других документальных свидетельств существования Христа не было. И даже Евангелие написаны спустя столетия после распятия Сына Божьего. Библия и Евангелие писались не за один раз. Много раз переписывалось, много соборов проведено было, что вот это можно, а это вот в апокрифические издания. Вот это ни в коем случае нельзя, чтобы здесь вот было, в канонические издания попало и так далее. То есть да, безусловно, это очень важно, это цивилизационно-сохраняющая книга по популярности самая первая на планете Земля сейчас. Вот. Но это текст, который, скажем так, был уже переработан. И сильно переработан. Ученые еще не подтвердили подлинность этой находки, но серьезных оснований сомневаться в этом нет. Ведь, по мнению специалистов, подделать тысячелетнюю коррозию металла невозможно. Теперь историкам и библеистам предстоит кропотливая работа. Ведь пока прочесть полностью книги невозможно. Они как будто запечатаны с двух сторон жесткими скобками. То есть их нельзя просто так открыть. В этом исследователи видят символ таинственности христианского учения, которое может быть открыто лишь посвященным. Главное, что эта книга дает программу человечеству для выживания. Если бы человек вот был идеальным и шел, все выполнял то, что написано в Библии, ну, я не знаю, какое бы сейчас было общество на Земле и кем бы мы все были. Но человек слаб, человек грешен, и поэтому заповеди, которые упомянуты в Библиях, конечно, все они нарушаются. И люди бьются над загадками Библии многие уже столетия. Ученые признают, что расшифровка некоторых древних текстов может произвести эффект разорвавшейся бомбы и открыть человечеству неизвестные подробности нашего прошлого. И тогда мы сможем найти ответы на многие вопросы. Какую историю человечества нам не преподавали в школе? Какие неизвестные знания и технологии доносят до нас древние книги? И каким в действительности был мир древних богов, описанный на страницах старинных рукописей? Недавно завершился крупнейший за последние годы совместный исследовательский проект специалистов НАСА и французских ученых. Его результаты стали сенсацией. Проанализировав снимки, полученные из космоса, участники проекта пришли к выводу, что 25 тысяч лет назад Земля пережила глобальную ядерную войну. Предметом изучения стали более 100 кратеров по всей планете. Время, когда могла произойти гигантская катастрофа, ученые определили с помощью изотопного углеродного анализа геологических слоев этих воронок. Можно было бы предположить, что это следы падения метеоритов или астероидов. Однако по всем законам геологии в астероидных кратерах должны были остаться большие скопления иридия, которые часто называют метеоритным веществом. Но как раз его ученые и не обнаружили. Зато нашли тектиты. Это песок, превращенный в стекло под воздействием огромного давления и высоких температур. Больше двух тысяч градусов. Тектиты, когда их изучали химический состав, они не похожи. Это микроскопические частички, похожие на вулканическое стекло, размером микрона, иногда первые миллиметры, иногда первые сантиметры, которые имеют форму аэродинамического сопротивления. То есть они были выброшены по воздуху, образовались при огромном температуре, при гигантском давлении это установлено. Но они не похожи ни на вещество метеоритов по составу микроэлементов, макроэлементов, не похожи ни на вещество комет. Но зато они, похоже, проводились исследования на продукты ядерных взрывов в Неваде. Вот те тектиты и вот эти ядерные тринититы, которые называются в Неваде, по сути, одно и то же. Ученые определили и силу древних ядерных ударов. Более 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомбардировка Хиросима оценивалась в 20 тысяч тонн. Но откуда на Земле взялись следы от мощнейших ядерных взрывов такой давности? Неужели тысячи лет назад на Земле была война, которая изменила облик нашей планеты? Но кто и с кем воевал? И что на самом деле мы не знаем о своем прошлом? В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это строки из древнеиндийского эпоса Махабхарата. Это неизвестное оружие, железная молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все племя Вришнес и Антхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбивались без видимой причины. Птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища становилась ядовитой. Пукара, летая на борту Вимана высокой мощности, бросил на тройной город только один снаряд, заряженный силой Вселенной. Раскаленный добела храм, похожий на 10 тысяч солнц, поднялся в его сиянии. То, что обнаружили ученые, может перевернуть все современные представления об истории земной цивилизации. Оказалось, что в древнеиндийских текстах не просто упоминается некое оружие огромной разрушительной мощности, но и в подробностях описываются битвы, подобные сценам из современных фильмов о Звездных войнах. Читать эти эпосы все равно, что читать захватывающую научную фантастику. В эпосах говорится о машинах, стреляющих огнем, которые называются виманой, об ужасных войнах и оружии, напоминающим современному человеку атомное оружие. Лук и стрелы рамы представляют собой оружие невероятной разрушительной силы, которая может за несколько мгновений стереть с лица земли целый город. Все это описывается в древнеиндийских эпосах. Но ведь Махабхарата написано не меньше 4 тысяч лет назад. Откуда такие знания у людей, обитавших на земле задолго до нашей эры? Какое представление о высоких технологиях могли иметь древние индийцы? И как они могли с такой точностью описать действие оружия, которое было изобретено только в 20 веке? Каждое оружие действовало по словам. Например, брахмастер, оно действовало, как наша ядерная бомба. То есть взрыв от него был ярок, как 10 тысяч сон зенитей, уцелевших попадали волосы и ногти. Вот, вскрыться от него можно было только в воде. И то потом начинались тяжелые последствия. Дротик Индры представлял собой круглый такой рефлектор и наводился на цель за счет вибраций, за счет звука летящих в воздухе объектов и излучал типа лазерного луча. То есть, по сути, это лазерное оружие Дротик Индры. Более того, в древних эпосах прямо указывается на то, что оружие принадлежало богам, летающим на своих виманах как по небу, так и между звездами. Неужели миллионы лет назад существовали технологии, которые современные ученые не могут разработать до сих пор? И какие еще уникальные знания хранятся в древних текстах? Ответы на эти вопросы, возможно, обнаружили китайские исследователи. Недавно ученые Китайской академии наук опубликовали сенсационный доклад, в котором сказано, что многим достижениям в аэрокосмической области страна обязана древнейшим текстом, написанным несколько тысяч лет назад. Именно в них ученые из Поднебесной нашли уникальные технологии, которые оказались применимы в наше время. Описывает тот мир, который совершенно отличался от нашего. Ничего похожего не имел на нашего, где и климат был другой, и континенты располагались по-другому, и оружие было только такое, которое сейчас разрабатывается, и летательные аппараты, которые очень были похожи на летающие тарелки, которые сейчас вот многие о которых говорят. И помимо того, что они летали над землей, участвовали в военных действиях, вот эти вот летательные аппараты, очень много приводится описаний, как на них путешествовали в космосе. Вот так выглядит уникальный памятник древнейшей ведической цивилизации, о котором говорят современные китайские авиаконструкторы. Трактат под названием Виманика Шастра обнаружили в 1875 году в одном из храмов Индии. Текст датируется четвертым веком до нашей эры. Когда он попал в руки ученых, они были поражены. Этот древнейший манускрипт оказался самой настоящей инструкцией по сборке летательных аппаратов. Причем описание приводится не в общих чертах, а с самым подробным объяснением строения двигателей, видов топлива, различных способов взлета и приземления. Действительно даны рекомендации, как нужно пилотам управлять эти летательные аппараты, что сделать, чтобы не получить облучение, как уничтожать врагов, как сохраниться, как сделаться невидимым аппаратом. Все даны подробные инструкции, как парализовать противоракетную защиту противников. Авиационный инженер из Германии Альгунд Энбом провел свое исследование и обнаружил, что в древнем тексте вимани-ка-шастры детальным образом описываются технические характеристики высокотехнологичных летательных аппаратов. В оригинале они называются виманами. Они могли парить, зависая в воздухе, двигаться вверх и вниз, назад и вперед, мчаться со скоростью ветра, либо перемещаться на огромное расстояние в мгновение ока со скоростью мыслей. В трактате упоминается про 32 секрета, которые должен знать пилот в управлении виман. Про необходимую для пилота диету и даже расписывается техника безопасности управления виманами вплоть до поведения при столкновении с птицами. Виманами называли нечто, что освещало небо или давало отражение. Когда в небе в лучах солнца появляется самолет, то он сверкает и бликует. И именно так это и описывается в ведах. Дальше описывается, что у этих виман были колеса. Когда они двигались по земле, оставались следы. Когда они стартовали, начинался такой сильный ветер, что дрожали дома и деревья вырывалось корнями, а слоны в панике убегали. Но стоит ли верить древним трактатам? Существовали ли виманы на самом деле? И какую роль сыграли в истории всего мира? Исследователи углубились в изучение древних индийских книг. И обнаружили подробности. Оказывается, упоминания о летательных машинах содержатся во многих текстах древней Индии, в том числе в ведах. Вот как описывается приближение этих машин в тексте, который датируется не позднее, чем 2500 годом до нашей эры. Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались с корнем ужасающим ветром. Пещеры в горах наполнялись грохотом, а небо, казалось, расколется на куски, или упадет от огромной скорости и могучего грохота воздушного экипажа. В 150 стихах нескольких древнеиндийских рукописей исследователи обнаружили упоминания одной и той же Виманы. Этот летательный аппарат треугольной формы состоит из трех этажей, имеет два крыла и три колеса, втягивающихся во время полета. Виманой управляют три пилота, и она может перевозить множество человек. А теперь глядитесь. Вашингтон, 2012 год. Американское космическое агентство НАСА впервые представляет прототип принципиально нового пассажирского самолета. Треугольная форма, три шасси. Разработчики сообщают, что этот самолет будет отличаться от обычных пассажирских лайнеров более высокой скоростью и меньшей затратой топлива. Это стало возможным только благодаря кардинальному изменению формы. Складывается впечатление, что американские конструкторы создавали свой сверхсовременный самолет по чертежам тысячелетней давности. Модель носит название Х-48С и ее уже называют самолетом будущего. Полноценная модель этого самолета появится лишь в 2025 году. Но еще пять тысячелетий назад древние жители Востока описывали точно такой же летательный аппарат, как обыденное явление. Как такое возможно? Неужели древняя цивилизация настолько опережала нас в развитии? Представьте себе, каким-то образом они владели технологиями, механическими инструментами, гигантскими пилами, теми, что используются в наши дни, которые могли резать гранит, как теплый нож масла. Они были в состоянии передвигать огромные каменные блоки, как будто с помощью какого-то левитационного луча или антигравитационных сил, которые, как по волшебству, поднимали предметы в воздух и ставили их рядом друг с другом. Это невероятное достижение инженерной мысли, которое и по сей день поражает археологов во всем мире. С конца 20-го столетия исследователи и военные конструкторы внимательно изучают технические характеристики виман. В древних текстах говорится, что они состояли из нескольких видов металла и работали на жидкостях, называемых Мадху, Раса и Анна. Анализируя эти описания, санскритолог из Калькутты профессор Канджилал пришел к выводу, что Раса это ртуть, Мадху спирт, изготовленный из меда или сока фруктов, а Анна спирт из ферментированного риса или же масло растительного происхождения. Анализ древних текстов перешел из библиотек в научные лаборатории. Ученые стали изучать формулы сплавов, изложенные в древних книгах. Результаты были поразительными. На симпозиуме «Наука и техника Древней Индии» ученый Нарин Шетт продемонстрировал три совершенно новых вещества, которые получил в лаборатории по формулам, описанным в Виманике Шастра. Другой ученый-специалист по санскриту Ер обратился к директору Индийского правительственного департамента с просьбой объединить усилия, чтобы попытаться воспроизвести сплавы. В 1991 году полученные сплавы прошли испытания. У этого материала выявились ранее неизвестные свойства, что сделало его пригодным для использования в современной авиации, космических аппаратах и в военном деле. А в сентябре 1992 года газета «Индия Экспресс» опубликовала статью о том, что Виманика Шастра это по сути руководство по созданию суперсплавов для авиации будущего. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. Еще у каких-то Виман были крылья и они очень сильно смахивали на современные самолеты. И еще одна разновидность Виман напоминала сегодняшние вертолеты. Научный мир был заинтригован. Что могли знать о реактивной тяге древние индийцы? Неужели они действительно владели секретами воздухоплавания? К исследованиям подключились западные ученые. Через несколько лет тщательного изучения они обнародовали результат. В Калифорнии в университете города Сан-Хосе, где проводились испытания свинцового сплава, описанного в Виманике Шастра, было выявлено сплав поглощает 85% энергии, излучаемой рубиновым лазером, а сплав меди, цинка и свинца обладают хорошей ковкостью и сильным сопротивлением коррозии. Кроме того, по инструкциям, описанным в древних текстах, ученые вывели высококачественный керамический материал, который после незначительной модификации позволяет получить очень мягкое и кислотоупорное стекло. Научное сообщество недоумевало. Неужели то, во что просто невозможно было поверить, на самом деле правда? И древние цивилизации обладали сверхсовременными технологиями. Но ведь эти открытия ломают все представления официальной истории о прошлом человечества. Я просто удивляюсь порой и даже сильно очень удивляюсь, почему вот эту дошедшую до нас уцелевшую чудом знание не преподают в школах. Потому что если бы их бы преподавали бы, то мы бы знали бы о своем прошлом не просто о каких-то таких иллюзорных, вот таких совершенно ни на чем не основанных предположениях. А мы реально бы знали бы из первоисточников о том, как описываются эти прошлые. И это были далеко не все открытия, связанные с древнеиндийскими книгами. Если описание летательных аппаратов и мощного оружия еще не до конца изучено и проверено учеными, то сведения из некоторых древних трактатов уже сейчас подтверждаются современными научными данными на 100%. В середине 20-го века открыли двойную спираль ДНК. Тем самым разгадали тайну синтеза белков. Но поскольку их синтезом занимается только 5% ленты ДНК, то возникла новая тайна. Для чего предназначено 95% ДНК. И состояние до сих пор не разгадано. Будучи не в состоянии объяснить это шокирующее открытие, ученые рассматривают теорию о том, что наш генетический код был написан каким-то внеземным программистом. И неизвестная ДНК на самом деле это умная программа, способная развиваться. В эту генетическую программу встроена связь с бесконечной энергией и мудростью Вселенной. Другими словами, ДНК, которую ученые называют мусорным, на самом деле божественная ДНК. Так может это и есть реальное воплощение древней притчи о Боге, который прячется в каждом человеке. Но что тогда стало с древними богами? И почему на земле остался только человек? Исследователи древних текстов считают, что после создания земной разумной жизни боги первое время опекали своих подопечных, передавали им часть своих знаний и обучали различным технологиям. Ха, бха, джха, бхра. В санскрите и хинде присутствует множество подобных звуков с выдохом через нос, а не через рот. Для других человеческих языков это явление крайне редкое. Настык? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...